3 августа, вторник, 21 июля, Старый стиль, Седмица, Седьмая эпоха, Пятидесятница, Глаз Пятый, Поста, Нет. Пророк Иезекииль. Святой пророк Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарире, происходил из колена Левина. Был священником и сыном священника Вузия. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Новоходоносора, 25-летнем возрасте, Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иохонией II и многими другими иудеями. В плену пророка Иезекииль жил при реке Хавар. Там, на 30-м году жизни, видением было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Порок увидел сияющее облако, среди которого был пламень, а в нем таинственное подобие, движимый духом колесницы, и четырех крылатых животных, имевших каждые четыре лица, человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы кристальный овод, свод, а над сводом подобие престола как бы сверкающего сафира. На этом крестоле сияющий подобие человека, а вокруг него радуга. Иезекииль I, IV, XXVIII. В посолковании отцов церкви, при светлой подобии человека, сидящего на сафировом престоле, было прообразным воплощение Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившейся престолом Божиим. Четыре животных прообразовывали четырех евангелистов, колеса со множеством отчей, части света со всеми народами земли. При этом видении святой пророк от страха упал на землю, но глаз Божий повелел ему встать, и затем объявил, что Господь посылает его на проповедь к народу израильскому. С этого времени началось пророческое служение Иезекииля. Пророк Иезекииль возвестил народу израильскому, находившемуся в плену в Вилонском, о предстоявших испытаниях в наказание за заблуждение веры и отступничества от истинного Бога. Пророк взвещал также о наступлении лучших времен для своих пленных соотечественников, предсказывал возвращение их из Вавилонского плена и восстановление Иерусалинского храма. Особенно важны для знаменательных видений пророка о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле, которым Дух Божий дал новую жизнь. Ведение о храме было таинственным прообразом освобождения рода человеческого от работы вражи и устроения Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия, воплотившегося от посвятых Девы Марии, именуемыми пророками вратами затворенными, которыми прошел только один Господь Бог. Иезекииль 44, 2 Ведение о сухих костях на поле – прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни, искупленных крестной смертью Господа Иисуса Христа. Иезекииль 37, 1, 14 Святой порок Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и порок Моисей, молитвы к Богу разделил водой реки Хавара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножение пищи для голодавших. За обличение, выдал поклонствие одного еврейского князя, святого Иезекииля предали казни. Привязанный к диким коням, он был разорван на части. Благочестивые евреи собрали растерзанное тело пророка и похоронили его на поле Маур. Посыпальницы Сима и Арфаксада. Породители Авраама, недалеко от Багдада. Порочество Иезекииля записано в книге, названной его именем, и включенной в Библию. Святитель Дмитрий Ростовский обращал внимание верующих на следующие слова. В книге порока Иезекииля, «Если праведник, надеясь на свою праведность, дерзнет грешить и в грехе умрет, будет отвечать за грех и подрожит осуждению грешник. Если покается и умрет в покаянии, его прежние грехи не вспоминутся перед Богом». Иезекииль, 3, 20, 18, 21, 24. Преподобный Симеон Христа ради уродива и Иоанн Спостник его. Преподобный Симеон Христа ради уродива и Спостник и Иоанн были сирийцами, жили в VI веке в городе Едессе. С детства их связывала тесная дружба. Старший из них Симеон был холост и жил с престарелой матерью. Иоанн, только же вступив в брак, жил с отцом. Мать его умерла и с молодой супругой. Оба друга принадлежали к богатым семьям. Когда Симеон исполнилось 30 лет, Алианн, 24, они совершили путешествие в Иерусалим на праздник воздвижения честного и Житворяющего Креста Господня. На обратном пути друзья беседали о путях спасения души. Сойдя с коней, они отправили слуг с конями вперед, а сами пошли пешком. Дойдя до Иордана, они увидели на берегу реки монастыри, расположенные на границе пустыни. А бог вспыхнул в нее неудержимое желание оставить мир и провести остальную жизнь в военческих подвигах. Они свернулись с дороги, по которой шли их слуги в Сирию, и усердно помолившись богу, направились в противоположную сторону к монастырям. Они просили Господа указать, какой монастырь им избрать, и решили пойти в ту обитель, ворота которой будут открыты. В это время Господь известил во сне игумена обители Никона открыть монастырские ворота и впустить в обитель овец Христовых. В великой радости друзья подошли к открытым воротам монастыря, были ласково приняты игуменом и остались в обители. В то время они приняли постриг, пробыв в некоторое время в обитель Семена, возгорящий желанием усилить свой подвиг, уйти вглубь пустыни и там подвязаться в полном уединении. Иоанн не хотел отстать от своего друга и решил разделить с ним труды пустын и жительства. Игумену Никону Господь открыл на верень друзей, и в ту ночь, когда иноки Семен и Иоанн хотели покинуть обитель, он сам открыл ворота, помолился с ними, дал свое благословение, отпустил в пустыню. Начав пустыническую жизнь, духовные братья вначале претерпели сильную брань от дьявола, дужавшего им печаль, а в оставленных родных устрашавшего подвижников, наводившего на них расслаблению ныне леность. Братья Семен и Иоанн, твердо помня о данных ими при постижении обеток, уповая на молитвы своего старца, игумена Никона продолжали неуклонно следовать по избранному пути, проводили время и пристанных молитвах в строгом посте. Поддерживая друг друга в борьбе против искушений, через некоторое время с помощью Божьей искушения прекратились. Иноки получили от Бога извещение, что мать Симеона и супруга Иоанна скончались, и Господь удостоил их райского блаженства. После этого Симеон и Иоанн прожили в пустыне 29 лет, достигли полного бесстрастия и высокой степени духовности. Преподобный Симеон по внушению Божию помыслил о том, что им следует теперь послужить людям, а для этого необходимо оставить пустынное уединение и идти в мир. Но святой Иоанн, считая, что не достиг еще такой степени бесстрастия, как восподвижник решил не оставлять пустыни. Братья расстались со слезами, и Симеон направился в Иерусалим, там поклонился гробу Господню и всем святыням. По своему великому смирению, святой подвижник усердно молился Господу, всподобить его послужить ближним, таким образом, чтобы они не прославляли его. Святой Симеон избрал для себя трудный подвиг юродства Христа ради. Придя в город Эмессу, он остался в нем и вел себя как безумный, совершая странные поступки, за что подвигался насмешком, брани и побоем. Между тем совершал много добрых дел. Он отгонял бесов, расстрелял болезни, избавлял от скоропостижной смерти, неверующих породил к вере, а грешник к покаянию. Все эти добрые дела он совершал под видом юродства, и никакой похвалы или благодарности от людей не получал. Но в закон чтил своего духовного брата, преподобный Иоанн, когда в пустыне его навещал кто-либо из жителей города Эмессы. Прося советы и молитв, он неизменно направлял их к юродиму Симеону, который мог лучше преподать совет духовный. За три дня до своей смерти святой Симеон перестал появляться на улицах, затворился в своей хижине, в которой кроме вязанки хвороста ничего не было. Пробыв непрестанно молиться три дня, святой Симеон пристался к господу. Некоторые из городских нищих, друживших с ним, не встречая уродива, пришли к его же хижине, и там нашли его мертвого. Взяв тело усопшего, они отнесли его безобычно церковного пения на место, где погребали бездомных и странников. Когда они слетели тело святого Симеона, некоторые жители слышали дивное церковное пение, не понимая, откуда оно исходит. Вслед за святым Симеоном в пустыню мирно отошел к господу преподобный Иоанн. Незадолго до кончения святому Симеону было дано увидеть венец над головой своего духовного брата с надписью «За пустынническое терпение». Преподобный Ануфрий Печорский, молчаливый, преподобный Ануфрий Молчаливый, Печорский подвязался в ближних Антониевых пещерах в XII веке. Вторичная память совершается 28 сентября в соборе преподобных отцов Киво-Печорских ближних пещер. Преподобный Анисив Печорский, святотворник XII-XIII век, в Петризайске и Печорской лавре затворился в ближних пещерах преподобного Антониевых святые мощи, преподобного погребены на месте его подвигов. Мученик Виктор Марсельский, мученик Виктор Марсельский около 290 года, 290 года, был офицером Мариинской армии, который во время гонения императора Максимиана ободрял марсельских христиан и призывал их храбро исповедовать Христову веру, когда он отсудил служение идлам. Перед префектами его легиона его проволочили по улицам города и затем бросили в темницу. В темницу он обратил ко Христу трех солдат Лонгина, Александра и Филициана, которые тут же были казнены, а сам святой Виктор был сокрушен поджерновым, подобно пшенице, выбранной Богом. Позднее местные предания V века утверждают, что святой Виктор до службы в легионах был моряком, рулевым там же, в Марселе, и на этом основании во Франции он почитается как покровитель рыбаков и мореходов. Включен в месте слов Русской православной церкви Священным Синодом 9 марта 2017 года. В этот день Святая Церковь отмечает память Священного Мученика Петра Голубева Пресвитера и обретение мощей Священного Исповедника Романа Медведя Пресвитера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин